МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас витает служба информации и телерадио компании Гомель. У студии працует Светлана Князева. Глядите в этом выпуске. Тесты на COVID-19. Лаборатория Гомельской области переходит на круглосуточный режим працы. Молитва за мир. Туровскую епархию наведал митрополит Минский Заславский Вениамин, патриарши экзархусе и Беларуси. Одражение народных традиций. Лельчицкий майстер коробоплетения, дякуючи своим работам, набыл популярность далека за межами региона. А зараз об этом и иншим больше подробязно. У Гомельской области лаборатории, у которых выполняют тесты на коронавирус, переводят на круглосуточный режим працы без выходных. Это позволяет скоротить час чекания выникал анализов и повысить оперативность уборозь без пандемии. Первыми на графику три смены перейшли больницы в Гомеле, Светлогорске и Мазары. Регион делает больше за 3000 исследований за сутки. Запас тестов в среднем на 30 дней без перапинной працы. Это позволяет в ночное время сделать дополнительный объем исследований. Потому что есть определенная пропускная способность оборудования, которую использовать, если только в дневное время суток, это будет, ну, будем говорить, половина. За ночью еще такой же объем можно сделать. Если поступают пробы сегодня, не позже, чем завтра, до конца дня по ней выдаются результаты в организации здравоохранения. У сего в области працуют 9 ковид-лабораторий. А еще у Саковику их было только две. Нагадаем, с 9 листопада у регионе денечая обовязковый масочный режим. Скорочена колькость массовых мероприемств, а усе нарады и встречи проходят в формате видеоконференций. Туровскую епархию наведал митрополит Минский Заславский Вениамин, патриарш и экзарх у сей Беларуси. Центральным моментом визиту стала Боская литургия у Святом Михайловским кафедральным собором. Туровская епархия в этом году означает 1015 годов с дня заснования. По шасси возникнения сярод православных епархий у Беларуси, она другая после Полоцкой. Так само в этом году означается 5 годов с находжением в Кафедральном соборе Святого Архангела Михаила докладной копии иконы Божьей Мати Худкопослушницы, написанной на Святой Горы Афон специально для Туровской епархии. У День Свята у Ее Гонор мазыр наведал митрополит, який узначалю Боскую литургию. Священники и верники разом молились об даровании миру беларускому народу. Гэта визит у Туровскую епархию митрополита Вениамина у якости предстоятеля Беларусской Православной Церквы перши. Тому святочные даты стали нагодой познайомиться со спецификой мясцового церковного життя. Познакомиться, как здесь живут православные люди, как жизнь церковно организована, какие есть интересные проекты, может быть, что-то хорошее перенять, рекомендовать, шире использовать. Вот, может быть, какие-то моменты, они требуют обсуждения с правящим архиереем Владыкой Леонидом. Мы имели вчера общение, обсуждение, и Владыка так делится своими наработками. Это радует, что много есть интересных, таких полезных проектов, которые приносят результат. Но главное – живое общение, конечно, и с людьми, видеть их лица, постараться дать им какое-то размышление о сегодняшнем дне, размышление от Евангелия, не от человеческого размышления, а то, что Господь говорил во время своей земной жизни, и то, что является действенным для современного человека, несмотря на то, что прошли века, и мы живем в другой стране, чем жил Спаситель. Туровская епархия займается активной доброчинной деятельностью, акцент на работу с молоддью. Адметные рисы, недельные школы при храмах, тесное сопрацовничество с педагогичным университетом, проведение штугодовых туровских епархиальных адукационных читаний. В Мазырском районном отделе внутренних справ ознагородили мясового жахара, який первый убачил и поведомил о подпале будинка отдела ДАИ. Подяку за садейничание у раскрытия особливо тяжкого злочинства урушили мазыранину Виктору Пеляку. Мне кажется, на моем месте поступил бы каждый гражданин из публики Беларусь так же, как я сделал. Виктор Миколаевич распавел, у ту юночь допомог 30-гадовый в опыт службы у департаменте Аховы. На звон разбитого шкла адреагавау и мгненно выглянув у окно и зауважу подпальщика. Поздней пожарные скажут, звонок видовожцы был свойчасовым, отрымалася минимизовать страты от пожара у самим будинку отдела ДАИ и не допустить, как потерпели люди у прилеглым будинку интерната. Супрацовники ветковской аутоинспекции допомогли детям добраться до дома в вёску за 36 километров от города. У вечера 21 листопада экипаж працавал за городом. Супрацовники убачили трех неполнолетних. Дети стояли на обочине дороги и спробовали спынить машины, размахывающи фликером. Оказалось, что старейшим у 15, молодшим 8 и 9 годов. Яны живут у Святиловичах. Были у гостях у бабули у ветцы, спазнилися на опошний автобус. С сотого гоняма потелефоновать никому не могли. Вот и вы решила троица отправиться у шлях до женёй 36 километров пешу. Инспекторы посадили юных пешеходов в машину и доставили до дому. Там их шакали у схваливанные батьки. Яны шукали детей своими силами и сбирались телефоновать на 102. Я Васильева Татьяна Валерьевна. Говорю огромное спасибо ветковскому ГАИ за то, что привезли моего несовершеннолетнего ребёнка домой. Я, Карпенко Наталья Петровна, благодарна сотрудникам милиции, что предоставили моих детей. У областным центра отбывся другий международный фестиваль мастатства «Гомельфест». У им приняли удел каля 1800 конкурсантов с четырёх краин. За эпидемичной ситуацией мероприемство проходило у двух форматах. Первые два дни жюри проглядела досланные онлайн-видео выступления. Потом оценивала таленты коллективов и выконаций на сцене городского центра культуры. Творшие с поборництвой проходили у пяти номинациях – хореографичная, вокальная, театральная и инструментальная творчество, а так само выявленное мастатство. География Узельникова хопила усеи в области Белоруссии, а так само регионы России, Украины и Молдовы. Мероприятие планировалось на большие, долгие, масштабные пять дней, но ввиду эпидемиологической ситуации совместно с управлением идеологической работы культуры по делам молодёжи Гомельского горосполкома было принято решение мероприятия сократить и большую часть его перенести, конечно, в дистанционный формат. Но всё же есть участники, которых от сцены никак не оттащить. И они не могут жить просто без сценического искусства. Они приехали, они показывают нам класс. Я всегда благодарю организаторов за приглашение. Что касается фестиваля Гомельфест. Ну, во-первых, мне очень сложно быть объективной, потому что я сама, это мои земляки, я сама из Мозыря. Вот. И для меня Гомель, Гомельская земля, Гомельская область вообще это, ну, это родина малая. Поэтому я стараюсь оценивать ещё более мягче ребят. Хотя я на самом деле стараюсь всегда очень критически подходить, справедливо и давать объективные оценки. Это очень важно для педагога. Лепших выканавцев вызначили у каждого жанра по взрослых категориях. Их номеры были представлены подчас финального галоконцерта. Переможцы отримали каштонные призы, грошовые сертификаты и запрошения на республиканские и международные проекты. Уникальное майстерство. Жахар Лельчицкого района Валентин Ивашкевич адраджает народные традиции коробоплятения. Эта справа, до речи, прославила майстера на всю область. И он постоянный удельник разностайных творческих фестивалей, тем лику международных. Сталиновитым рамесником с устрою седьмой трикотов. Коробоплятением Валентин Ивашкевич займается больше за 10 годов. Рамество освоивал самостоянно. Таллинт, кажется, отримал спадшину от деда. Неодноразово назирал за им подчас працы и за все дыжадал поспробовать сам. Успоминая, не как потребовался короб, те, кажут на полесе, кошель для бульбы. Валентин разобрал старые и попробовал сделать новые. Отрымался не одразу. Кабы володать тонкостями этого мастерства, потребовался больше за 10 день. Самое сложное было сделать в конце, завершить его. Чтобы не степлером, не проволокой, а сделать все, как нужно и как положено. С часом рамество поспадшине стало любимой справой, кабы зарабить кошель стандартного померу, Валентину потребна година. Значно больше шансу сходить на заготовку материала. Этот процесс означает Валентина досыть протяглый и складанный. Особенно трудно найти материал сосну, такую, чтобы подошла, чтобы дралась вот такими тоненькими слоями. Все это очень сложно найти. Тем более леса сейчас уже много высохло. Ну, нахожу, конечно, может неделю, может две недели, пока найду. Для Валентина нема складанных задач. Он однолькова добра майструе, как маленькие, так и больше массивные выробы. Кошели каждый раз и ходятся, как горячие пирожки. Большую частку майстер отдае бесплатно своим сябрам и знакомым. У сельской мясовости, до речи, кошель – незаменная речь. Его можно выкористовывать как для сбора ягод и грибов, так и заховывания рослин. Здесь у меня уже готовые большие, маленькие есть. Вот, например, вот этот большой, он только для грибов. Он мягкий, легкий, он примерно где-то около килограмма даже, вот можете посмотреть. Не больше килограмма весит. Ну, к нему еще делается вот такая вот ручка, ручка, очепка, как у нас говорят, чтобы вот так цеплять ее за плечо. И руки две свободные. Для популяризации своей продукции Валентин выкористовывая интернет, с дымки работ размещая у социальных сетках. А еще он активный удельник разностайных конкурсов и фестивалев, у тем лику международных, что так само становится чином отбивается на популярности майстра звездки «Синицкое поле». Валентин каже, творческий запал не сменьшается. Юнодалей протягне радовать земляков своими работами и развивать традиции наших протков. Дмитрий Котов, Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гомель», Лельческий район. Ночные заморозки до 5 градусов чекаются в Беларуси на гэтым тыдне. А пошняя декада листопада, як и две попередние, почалася теплым, нетиповым для поздней в осени надворье. А лет дождь у перамешку с мокрым снегом, а часом и наявность снежного покрыва уже нагадывают аппередзимовым перейдем. У нашем регионе температурный фон пакуль застается высшим за климатичную норму. У Алтора к Сираду пройдут короткочасовые опадки. Температура поветра ночью складе до плюс 4, днем до 6 градусов тепла. У четвер опадки спыняться. Слубки термометрау на протягу суток не опустятся ниже за плюс 3-5 градусов. У пятницу похолодает. Махчем и мокры снег. Ночью будет каля нуля, у день до 3 с плюсом. По возле прогнозов, в ближайшие выходные умовы на дворья будут формировать больше холодные поветренные массы. Чекается снег. Гэты и иншые новины, информацию о проектах телерадоекомпании Гомель вы можете знайсти на нашем сайте у интернете по адресе www.tvrgomel.by На гэты выпуск завершен. Всего доброго. До встречи у эфиры. Эфир телеканала Беларусь 4 продолжает де-факто в студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. Не пропустил внедорожник, идущий по главной. В Гомеле сегодня утром зарегистрировано ДТП с участием автомобиля медицинской помощи. Авария произошла около 9 утра на улице Подгорной. По предварительным данным, водитель УАЗа, выезжая из ворот проходной автобазы скорой и медицинской помощи, не предоставил преимущества движения автомобилю, идущему по главной дороге. В результате оба транспортных средства получили серьезные механические повреждения. От удара в медицинском УАЗе заклинило рулевое управление, во внедорожнике разбита вся передняя часть. Оба автомобиля пришлось эвакуировать с помощью спецтехники. Люди не пострадали. Движение осуществлялось по двум и четырех полос. А накануне вечером еще одному внедорожнику дорогу преградил Лось. Авария произошла примерно в 7 вечера на трассе М-10 между Речицей и Гомелем. Животное погибло. Иномарка сильно помята. К счастью, здесь также обошлось без человеческих жертв. Тем не менее, в предвыходной и выходные дни на территории Гомельской области зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия, в которых два человека пострадали. Оба случая произошли на пешеходных переходах. Один из них в воскресенье в ветке. 38-летний водитель на Ауди сбил 65-летнюю женщину, которая пересекала по зебре улицу Интернациональную. Женщина получила травмы и была госпитализирована. Как показывает практика, не только водители выступают в качестве виновников ДТП. Сегодня в Гомельском районе в начале первого ночи по своей вине под колесами автомобиля оказался еще один пешеход. 22-летний водитель, управляя автомобилем «Опель», двигался по автодороге северо-западный обход Гомеля в сторону Химзаводской улицы. На шестом километре автодороги на его пути оказался человек. Не обозначенный все это возвращающими элементами пешеход, двигался по проезжей части дороги в тот момент, когда на него совершил наезд водитель автомобиля «Опель». От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия. По факту смертельного ДТП возбуждено уголовное дело. Следователи устанавливают личность погибшего. Сотрудникам КСЭ назначено проведение ряда экспертиз, в том числе по определению алкоголя и наркотических веществ в крови. Мужчине на вид 30-35 лет, рост около 170 см, худощавого телосложения, волосы светлые, носил усы и бороду. Был одет в куртку темного цвета с белыми вставками на рукавах, синие брюки и черные кроссовки. Если вы располагаете информацией о личности погибшего, обстоятельствах ДТП, просим сообщить об этом по телефонам, указанным на ваших экранах. На пожаре в Петриковском районе погиб пенсионер. Сообщение службы спасения поступило сегодня около 3 часов ночи. По прибытии к месту вызова жилой дом на улице Новой в деревне Мехедовичи горел открытым пламенем. Произошло обрушение кровли. После ликвидации пожара на полу в горящей комнате под рухнувшими конструкциями было обнаружено обгоревшее тело хозяина дома 1953 года рождения. Он проживал один. В результате пожара огнем уничтожены кровли, потолочное перекрытие имущества, повреждены стены дома. Причина пожара устанавливается, основная версия – неосторожное обращение с огнем. А в пятницу вечером работникам МЧС пришлось спасать из огня велосипеды и самокаты. В Светлогорске загорелся магазин спорттоваров. Торговая точка была построена из сэндвич-панелей в 2002 году. На момент возгорания в магазине находился продавец, однако он покинул здание до прибытия подразделения МЧС. Пожар ликвидировали. В результате пожара огнем повреждена стена на площади 8 квадратных метров и имущества. Пострадавших нет. Основных версий две. Это нарушение правил эксплуатации электросети и электрооборудования или конструктированный его недостаток. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале Беларусь-4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Интрига разрешится в последнем туре. Медали чемпионата Беларуси по футболу высшей лиги разыграют в заключительный игровой день. В 29-м туре все претенденты на награды одержали победы, так что все точки над «и» будут расставлены 28 ноября. Мозырская славя за тур до финиша праздновала крупную выездную викторию над Смолевичем и 3-0. На пятой минуте Максим Слюсар счет открыл. Следующее взятие ворот болельщик увидели на 90-й минуте. Ислам Клупов удвоил преимущество гостей. Окончательное цифр на табло в добавленное время установил Эдуард Живниров, срезав мяч в собственные ворота. Славия перед заключительным туром занимает 11-е место. Спутник и Гомель на повышение. Кромкачи оспорят путевку в элиту в стыковых поединках. Завершился чемпионат Беларуси по футболу в первой лиге. Речицкий спутник обеспечил себе чемпионское звание досрочно. В 26-м туре подопечные Вячеслава Левчука перед родными трибунами обыграли Слоним 3-0. Голы на счету Лагутина, Курловича и Поторочи. И уже официально утвердились в статусе чемпионов. Гомель финишировал на втором месте. Однако все могло пойти не по плану. Безоговорочный аутсайдер Светлогорский химик на домашнем газоне оказался весьма неуступчив. Зелено-белые смогли открыть счет только на 71-й минуте. Цель и достиг удар Павла Теслюкевича. В шаге от стыковых поединков гомельчане оказались на 86-й минуте, когда арбитр назначил в ворота гостей пенальти. К счастью для команды Ивана Биончика Олег Ковалев вышел победителем из дуэли с Денисом Яхно. 1-0 Гомель победил, завоевал серебро и путевку в высшую лигу. Гомельский локомотив заключительный тур проводил на домашней арене. В случае победы над гранитом и потери очков Держинским арсеналом в поединке со Сморгунью железнодорожники заняли бы четвертое место. Все, что от нее зависело, команда Андрея Горовцова выполнила на отлично. Дубль Андрея Соловья, а также голы Сергея Бондаренко и Павла Маркова обеспечили крупную победу локомотиву 4-0. К сожалению, у арсенала также получилось добиться нужного результата. Гол Артема Кейко принес команде из Держинска победу. И четвертое место в чемпионате. Локомотив финишировал пятым. Это не то, чего мы хотели. И сезон в этом плане неудачный, на мой взгляд. Мы хотели больше. Что не получилось, это надо анализировать, разбираться. Это так просто одним словом не ответишь. Итоговая таблица чемпионата Беларуси по футболу в первой лиге выглядит следующим образом. Женский гонбольный Гомель одержал победу во втором после выхода из карантина матче. Подопечные Тома Жичаттера на домашнем паркете играли с Березиной. Поупирались гости только в первом тайме, по итогам которого Гомель был впереди 18-11. После перерыва действующие чемпионки подтвердили статус фаворита поединка, победив в итоге 38-16. Самая результативная в составе команды хозяйки Наталья Котина – 8 голов. У Березины лучший снайпер Наталья Юрковец. Шесть точных бросков. Сказали немножко играть медленно, надо играть быстро, потому что игроки, которые вернулись из карантина, в таком состоянии, когда тренировались два года. Очень тяжелые, но стараются, играют потихоньку, готовимся, не загружаем очень сразу намного. Чтобы набрать оптимальную форму, у Гомеля чуть более двух недель. Запланированный на ближайшее время сбор национальной команды отменен. 9 декабря команда Тома Жичаттера ждет выезд в Брест и матч против Берестия. Гомельчанки намерены поквитаться за поражение в Гомеле в первом круге. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова